Здравствуйте! В эфире Национального телевидения программа «По существу». Сегодня я предлагаю поговорить о том, что чаще всего мы считаем ненужным и предпочитаем от этого избавляться. О мусоре. Ну, конечно, не о нем самом, а о том, что с ним происходит, когда он оказывается за пределами нашей квартиры. В нашей студии генеральный директор городской компании спецавтохозяйства Юрий Малов. Юрий Валерьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Обычно в квартирах среднестатистического россиянина одно мусорное ведро. В то время как, например, у европейцев их несколько. То есть отдельно бумага, отдельно пластик, стекло. Россия тоже пытается вступить на этот путь. Вот я знаю, что в Чебоксарах, если не ошибаюсь, три года назад начал тоже действовать принцип раздельного сбора мусора. Да, уже можно какие-то подводить итоги. Какие-то есть результаты? Работает в Чебоксарах эта программа или все-таки нет? Ну, программа в любом случае работает. Чаще всего люди уже, ну, как бы со временем все больше и больше начали использовать эти контейнера. То есть мы видим, когда приезжаем за ними, что там, где должно быть стекло, чаще всего лежит стекло. Там, где бумага, чаще всего бумага. А там, где пластик, ну, чаще всего пластик. Но есть отдельные случаи, когда, к сожалению, туда же кидают и пищевые отходы, либо иной, другой мусор. К сожалению, такое тоже есть. Ну, люди ведь не сразу ко всему привыкают. Надо дать им возможность привыкнуть. Ну, начнем мы понимать, что это надо делать. Ну, и по общению с людьми, понимаю, что сейчас уже даже у людей чаще не одно ведро дома, а два все-таки. То есть уже разделяют люди на влажный и сухой мусор. Скажем так, то есть пищевой и не пищевой. Чаще всего. Это может быть от того, что пакеты для пищевого мусора, опять же, дороже. Там еще что-то. То есть мы привыкли, раньше же в советские времена, мы выходили с ведрами и выкидывали. А сейчас мы вкладываем в пакеты. Да, удобнее так. Чище не надо ведро мыть. Ну, то есть все-таки россияне начали как-то перевоспитываться, привыкать, да? И вот, тем не менее, это был какой-то эксперимент. То есть мы попробовали, получили какие-то результаты. Будем сворачивать программу или нет? Или все-то это останется, и мы будем все-таки двигаться в этом направлении? Ну, в любом случае мы не будем останавливаться. Это не эксперимент. Это, на самом деле, полномерная работа города в этом направлении. Учитывая, что должен в этом году или в начале следующего года быть принят закон об отходах производства. И там селективный сбор уже будет прописан на законодательном уровне. Пускай это не так хорошо там получается, как сейчас в Европе у нас. Но мы в любом что-то сделали. Лучше что-то делать, чем вообще ничего. Вот для сравнения, как бы я с собой взял небольшие данные. Вот за сентябрь было собрано 66 контейнеров с пластиком, отдельно именно картоном 58 контейнеров и стекло 54 контейнера. Да, по сути, это для сравнения, это 54 куба пластика. Да, то есть вот это вот количество мусора, который пойдет на переработку, не будет где-то закопан на природе, где-то на свалке. То есть и будет гнить там 100 лет. Да, это пойдет на переработку. Из них там сделают из того же пластика. Но, по сути, из него делают даже ушные палочки, которые мы все привыкли использовать. Вот из бутылок PET делают ушные палочки. В итоге глубокой переработки. То есть это мы в любом мелочь. Вот мы все горожане сделали мелочь, но мы что-то сделали хорошее. Для себя и для своих детей, в первую очередь. Ну, смотрите, это получается уже не мусор, да, а как бы вторичное сырье. Вот действительно интересно. Единственное, что, смотрите, для такого большого города относительно, как Чебоксары, да, результат пока не очень большой, но тем не менее. Вот как думаете, почему многие россияне все-таки продолжают сваливать все пока в одну кучу? Это какое-то, не знаю, это воспитание виновата наше, такое наплевательское отношение к окружающей среде. Или, может быть, в удобстве тоже дело, да, что вот, например, контейнеры найти, ну, не везде просто, например, вот в нашем дворе их, например, нет. Я думаю, однозначно, это вопрос ответить нельзя, я думаю, это все вместе. И воспитание, мы привыкли, да, но хотя, опять же, из старого прошлого у нас есть хорошие примеры. Вот стеклянные бутылки мы все, наверное, сдавали. Было это очень хорошо организовано, да, сейчас, ну, редко где принимают, да, стекло. Опять же, тут же пластик, та же бумага, раньше пионеры собирали. То есть была идеология, как бы и не назвали, но она была в том числе экологическая. Сейчас же это же начинают делать в школах, насколько я знаю, тоже стараются обучать. То есть это нужно дать возможность людям привыкнуть к этому, чтобы они делали это определенной, ну, назовем идеологией, да. Второе, да, не везде стоит, опять неудобства. Ну, может быть, банальная лень, на самом деле. Ну, есть самый простой экономический фактор, то же самое. Мы, на самом деле, у нас в Чебоксарах самый дешевый тариф на утилизацию, самый дешевый в России. Среднестатистические горожане сегодня платят там 18 рублей за сбор, вывоз и утилизацию мусора в месяц. Для сравнения, в Европе цена 1400 рублей в год. То есть это порядка там 130-140 рублей в месяц. В том же Сочи цена еще выше, чем в Европе. В Нижнем цена на сегодняшний день порядка 70 рублей в месяц на человека. В Казани чуть дороже. Да, для сравнения, у нас в Шумерле еще больше. У нас даже в Шумерле больше, чем в Чебоксарах. И когда человек, ну, допустим, если поставим везде контейнера, и он будет платить на рубль меньше, ну, это незаметно, я думаю, что это не сыграет большую роль. А вот когда он будет экономить там 200-300 рублей в год, я думаю, это определенный фактор тоже будет играть. И вот сейчас тоже давайте попробуем объяснить все-таки зрителю, да, как, например, поднятие тарифов должно повлиять на его осознательность. Да, то есть почему, если, например, я буду платить больше, я буду осознанно выкидывать отдельно стекло, отдельно бумагу, отдельно пищевые отходы. Ну, на самом деле тут много факторов. То есть эти деньги не пойдут там заработать, чтобы, то есть на эти деньги будут закуплены контейнера, чтобы не нужно было идти полдвора или там 300-400 метров, да, что тоже неудобно в сторону куда-то. Самое простое решение, допустим, у него сейчас применяют в мытищах, да, в Подмосковье. Эксперимент был, ну, в принципе, он показал свою состоятельность. Там не разделяют отдельно пластик, бумагу, стекло. Там поставили пищевые отходы, отдельно бумагу как бы складируют, просто картон чаще всего, да, это даже не бумага, а картон коробки. Мы что-то купили домой. И это пластик, стекло вместе и пластиковые бутылки, то есть и пленка. Это вот отдельный контейнер. И вот в таком случае, как бы, можно организовать это все, и его вывозить, естественно, бесплатно. Но, соответственно, плата, объем, который весь, сейчас который кладет из контейнера, будет меньше. И, соответственно, управляющая компания, а именно, значит, жители будут платить меньше. То есть вот они выкинули, соответственно, пластик разделили, выкинули, да, и стекло. И, соответственно, реже вывезли у них контейнер, ну или меньше он будет стоять, там будет не пять стоять, допустим, а четыре, да. Соответственно, они меньше заплатят. Вот все. Можно будет купить отдельные машины, которые будут только это забирать. То есть это опять нужно вложение, но это будет опять же польза. Организовать производство по переработке этого на сегодняшний день в Чувашии. Две компании, я точно знаю, которые занимаются глубокой переработкой. Они стараются на этом заработать, я не думаю, что там большие деньги, но в любом случае они выполняют свою функцию именно уменьшения экологического ущерба. Делают, я знаю, тротуарную плитку, которая причем прочная. Я вот видел испытание, ее кидали с пятого этажа, ездили по ней тракторами, она даже не ломалась. Делают определенную флексу из пэт-бутылок, которые отправляют дальше в другие компании, которые делают те же ученые палочки, те же краски для асфальта, еще что-то. То есть вот, ну, начинается этот процесс. Ну да, я тоже задумалась, да, если я раньше, правда, считала, что дело может быть в менталитете, то, правда, если задуматься, и макулатуру собирали в советское время, и бутылки как-то отдельно сдавали. То есть россиян приучить можно, да, то есть, получается, основная функция – это вот именно вложиться, наверное, в эту сферу как-то. Ну, правильно сказать, и идеологии, и экономические. Ведь вы помните, в советское время платили за сданное стекло, за макулатуру. Да, пионеры, ну, как бы что-то тоже получали, там, книжки, еще что-то. То есть, по сути, экономический фактор даже в советское время был, присутствовал, да? Здесь то же самое. Ну, хорошо, а вот даже когда, например, если россияне перевоспитаются, начнут отдельно выбрасывать пищевые отходы, отдельно все остальное, дальше куда это идет? То есть в Чебоксарах каким-то образом уже перерабатывается мусор этот? Ну, как я уже ранее сказал, то, что есть несколько фирм, которые занимаются глубокой переработкой, да, плюс вот то, что мы вывозим, то, что отбираем, плюс мы еще стараемся отбирать где-то, да, мусор из того же этого. Мы стараемся его отобрать и отправить на дальнейшую переработку на другие предприятия. То есть это не идет, то есть это не закапывается на свалке, это не закапывается где-то в лесу, это идет на дальнейшую переработку. Соответственно, ну, меньше деревьев будет. Вот даже самый простой вырубленный, да, на самом деле может быть. То есть, ну, какая-то, пускай мелочная польза будет. Спасибо большое. Ну, я напоминаю о том, как сохранить окружающую среду. Мы говорили с директором городской компании спецавтохозяйства Юрием Маловым. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова